Друзья, вчера я записывал ролик о том, что дом Тимура Иванова площадью 3000 квадратных метров, который стоит на участке 8 гектаров и который находится в природоохранной зоне, признали самостроем и собираются его снести. И вчера вот многие комментаторы и я лично попросил, чтобы этот дом не сносили, эти постройки не уничтожали, а просто оставили их в счет, не знаю, там ветеранов СВО, или отдали под санаторий для детей из детских домов, или действительно тем людям, которые нуждаются в каком-то отдыхе. Ведь разрушить дом, это получается, что второй раз как бы украсть у государства. Первый раз у государства украли, когда его построили незаконно, а второй раз украли, когда вот эти 2 миллиарда просто взяли, превратили в труху. И вы представляете, друзья, нас услышали с вами. Я не знаю, как это работает, но нас услышали. Значит, родовое поместье Тимура Иванова в Тверской области, которое оказалось самостроем, попросили превратить в санаторий для участников боевых действий в зоне СВО. Как стало известно телеграм-каналу МАШ, обращение на имя министра обороны Андрея Белоусова направило движение «Ветераны России». Говорят, хоромы задержанного экс-министра обороны нужно передать под нужды солдат, потому что так будет честно и справедливо по отношению к пацанам, защищавшим Родину. Попросили МО переоборудовать особняк и всю территорию на берегу Волги. Так что, друзья, кто бы что ни говорил, но мы дали хорошую идею. Если это как бы наше видео, наши комментарии повлияли на чье-то решение, я вообще очень рад, что, знаете, вот записав ролик, чем-то мы смогли с вами поменять ситуацию. Я считаю, что это реально будет справедливо, это будет правильно отдать этот особняк под нужды пацанов со СВО, как вы выразились, да, конечно, это не просто пацаны, это настоящие герои. Вот, и я думаю, что это будет гораздо больше принесет пользы, чем просто его сносить. Еще раз пишите ваше мнение в комментариях, пускай еще раз люди, которые отвечают за это все, да, послушают, почитают ваше мнение, и, конечно же, может быть, примут все-таки правильное решение. Поделитесь обязательно этим роликом в соцсетях, может быть, когда-то и нас пригласят погостить в этом особняке, посмотрим хотя бы, как живут, как живут, точнее, жили некоторые личности. Но тоже, да, вот представляете, такая судьба, так быстро подняться, так быстро построиться и так быстро все потерять. Я не представляю, конечно, как вот человек тоже сейчас находится в местах лишения свободы, о чем вот он думает, какие у него вообще мысли, не знаю. Наверное, это очень сложно психологически пережить, но, с другой стороны, он, наверное, все понимает, что, как сказать, бесплатный сыр только в мышеловке, и это получается вот самый такой, знаете, яркий пример бесплатного сыра, когда ты все получил, и потом тебя раз и прихлопнуло. Друзья, делитесь этим видео, слушайте мои песни на Spotify, нажимайте на эту иконку, переходите на Spotify, подписывайтесь и слушайте музыку, и берегите себя. Опять ты на меня газуешь, опасная девчонка-пуля, я в честь на красный рискую, ведь...